Только вот именно тот, который работает руками, да, строитель, вот у него есть профессия, и он учится на вот этого мастера один год, то есть его обучают бухгалтерии, его обучают налогообложению, его обучают проектированию, его обучают, как деньги выбивать, то есть если тебе кто-то не хочет платить, как это сделать законным образом, то есть там все построено на законном образе, то есть как деньги, то есть все подготовить так, чтобы... Андрюха уезжал несколько раз в Германию, приезжал, и он там именно получал образование. Немножко об образовании в Германии, именно не о, ну, школьном, а именно о курсах, как это называется? Ну, я о своем расскажу, там вообще образование, вот как уже говорил я, да, про школы, есть, начинается со школьной скамьи, когда, то есть ребенок не тянет, его отдают сразу в самую худшую школу, или есть средняя школа, или гимназия. Да, те, которые гимназия, так как правило, у них уже путь один университет. Для того, кто в самую плохую школу попадает, да, ну, в самую слабую, где там и математика не на том уровне, но вообще все предметы, да, то есть послабже идет информация, чтобы ребенка просто не задавить, чтобы он хоть что-то у него какое-то было, развитие. То есть им тоже в итоге дается шанс поступить в университет, но это шанс как бы такой, ну, с затратами очень серьезными. То есть ему надо сделать профессию, он идет, делает профессию, один из вариантов, идет, делает профессию три года, потом по не очень многим, но вот по очень существенным профессиям, как, допустим, сантехник, электрик, каменщик, там что еще есть, да, который камины строит, это отдельная профессия, когда, то есть не просто так, ты не можешь прийти и сказать, я могу тебе сейчас печку сбацать. То есть это, подожди, это не школа, это именно уже... Это сначала профессия, да? И по этим профессиям, да, то есть там есть определенная группа, ты можешь сделать плотник, плотник, ты на профессию три года. Одни плотницкие эти самые, я видел курсы, просто крутые реально, вот именно в Германии. Плотник три года, он учится на профессию, потом он может делать вот мастер, да, вот это вот мастер. И когда вот у него есть вот этот он сдал мастер, то есть там я уже чуть-чуть говорил... Но мастер это по-русски прораб. Нет, нет, это не прораб, это... Это, я говорю, надо сесть не просто нарисовать иерархию. То есть тот, у кого есть мастер, он имеет право по вот этой специальности открыть строительную фирму. Больше никто не может открыть в Германии строительную фирму. Только тот, у кого есть мастер. Либо тебе мастера надо устроить к себе на работу. Все. Не инженер, не архитектор, да, хотя это высшая лига, да, но у них совсем другие задачи. Только вот именно тот, который работает руками, да, строитель, вот у него есть профессия, и он учится на вот этого мастера один год. То есть его обучают бухгалтерии, бухгалтерии, его обучают налогообложению, его обучают проектированию, его обучают, как деньги выбивать. То есть если тебе кто-то не хочет платить, как это сделать законным образом? То есть там все построено на законном образе. То есть как деньги, то есть все подготовить так, чтобы подать в суд, и в суде, чтобы выиграть этот процесс. То есть вот это даже... С паяльными лампами не ходят, да? Да нет, это такое... Ну есть, ходят, но это как бы рискованно, да, то есть, это, знаешь, там, уголовная система так построена, что ты придешь, человека ударишь, начинается вообще с нанесения тяжких телесных. Потом тяжкие телесные переквалифицируются в попытку убийства. Все. Это пожизненно. То есть там застрял у тебя червонец или пять тысяч, да, ну, понимаешь, кто на это будет рисковать, на пожизненно? Никто никогда не будет на это рисковать. То есть это тоже отдельно затронем тему, какие случаи бывают там. И вот у этих людей, когда он делает мастер, вот это мастер, да, это зеленый билет в любой университет. Но это не говорит о том, что этот университет сможет закончить. Это об этом не говорит. Ну, вариантов нет, да. То есть учиться в университете, я тоже пошел в университет, учиться не по знаниям, я не смог, у меня просто не было, потому что я параллельно работал, и мне как бы, знаешь, как вот я тебе постоянно говорю, пока ты есть на работе, все идет, как тебя нету, ничего не идет, только проблемы возникают. И вот я ходил в университет, а ты не можешь сегодня пойти или не пойти, то есть там ты каждый день должен учить еще, в университете просидеть и дома должен учить. И когда возникали вот эти проблемы, я для себя сделал выбор, то есть мне надо идти работать. Мне надо, я не могу профинансировать свой университет, значит мне надо идти работать. Так, ладно, мы отклонились от темы, дальше ты поехал, как получить образование. Учеба. Вот, по поводу того, профессия и всего прочего, когда-то я при Советском Союзе в Казахстане учился на каменчика, да, у меня есть корочка, каменчика, я ее покажу, она, кстати, лежит там, в чемодане, там все документы, кстати, они просто там остались, кроме этого мастер-прик, вот, на каменчика, в Германию попал, то есть в Германии профессия, ее мне не признали, эту профессию, так как бы здесь было проще, три месяца теория, или там сколько было, два с половиной месяца, две недели практики, все, тебе дали кирку, молоток, мастерок, иди, ложи кирпич, шнур, на этом все. Там как бы профессия каменчика, она тоже, да, не все так просто, было пять экзаменов на профессию каменчика, она начиналась с этой, экзамен по политике, да, допустим, были там 100 вопросов, и 100 из 100 пунктов набрал 99, короче, эти вопросы сейчас бы открыт, почитать, какие вопросы, было бы тоже интересно. Ну, если что, повставляем, просто либо вводки, скриншоты. Там, допустим, задается такой вопрос, кто выбирает канцлера в Германии, да, и варианты ответа. Народ выбирает канцлера, как здесь президента, или тот, или тот, ну, парламент выбирает, да, народ там отношения к этому вообще никого не имеет. Ну, там много таких вопросов, связанных как бы с политической ситуацией, да, и социальной ситуацией, да, в Германии. И потом было, учился так же там на каменчика, ну, я экзамены сдавал. Были там, дали тебе проект, надо было в проекте рассчитать материал, полностью весь, сколько раствора, сколько кирпича, какое количество работы, все прочее. И было практическое задание, да, дали тебе этот чертеж, и по чертежу надо было сделать, как бы выложить этот кусок забора, или что-то, я уже не знаю. После этого, это давало возможность пойти вот именно вот в эту школу, где учиться на мастера, и, как бы, да, техническое образование получить, строительное, на мастера каменчика. И там два года я учился, учеба очень тяжелая, то есть, я когда отдавал документы, то есть, я просто ходил, интересовался, язык у меня еще был такой, слабенький. Это какой год был? Это было уже сейчас 5 лет назад, 11 год это был. Я отдавал документы, мне секретариат, да, ну, секретари где сидят, они у меня даже брать не хотели, говорят, что ты сюда пришел, да, можешь даже и не пытаться, один хер, ты не закончишь учебу, то есть, учеба такая сложная. Я ходил к адвокату, чтобы адвокат звонил, чтобы мои документы приняли. Ну, по факту, с моего класса, да, там, 30 человек, 7 человек, короче, не доучились. По факту. Там первые двое, они потерялись первые 6 месяцев, там было, да, пробные первые 6 месяцев, 2 пятерки иметь нельзя, то есть, ты можешь закончить с одной пятеркой, система 6-ти бальная, оценка, да, то есть, оценки тебе ставят, 6-ти бальная, сейчас уже не помню, сколько по пунктам, ну, короче, 50%, 50% ты должен, короче, 51%, если ты неправильно ответил, у тебя 6-ка. Ага, вот так. То есть, понимаешь? 51%, если ты неправильно ответил, у тебя 6-ка. То есть, на пятерку, это, да, самая плохая оценка, это считается, ты не сдал 6-ка, на пятерку надо было учить больше половины той информации, которая тебе дается. То есть, соответственно, самый лучший балл, естественно, один, да? один 100%, да, это, ну, жестко. Я для себя цели такой нигде не ставил, ну, у меня единство, математика один, и, короче, там вообще вопросов у меня у кого не было никогда. Если учитель стояла в ступоре, она не знала, как почитать, хотя наша математика очень сильно отличается от их математики, да, то есть, она смотрит, у меня ход мысли, совсем решение, совсем другое, ответ такой, какой должен быть. И вот она потом пытается вникнуть, как это так. математика им совсем преподают по-другому. Учить, я говорю, на однерку я себе не ставил, там, цель, потому что ты где ставишь цель однерку, у тебя другие предметы начинают хромать, четверки, да, ты когда идешь на экзамен, да, с четверкой идти на экзамен, ну, это жестко, потому что, почему? Потому что, там же средняя, да, то есть, ты можешь, у тебя есть общегодовая оценка, и есть экзамен оценка, то есть, желательно, конечно, было бы, чтобы годовая оценка была бы хотя бы тройка, тогда, если ты за экзамен пятак, пятак получишь, тогда у тебя средняя оценка четверка, понимаешь, выходит, а если у тебя, короче, за четверка годовая, экзамен пятак, у тебя выходит четыре с половиной, и она уходит туда, в пятерку тогда превращается, среднеарифметически у них так считается, и это, короче, был виск, поэтому, как бы, везде, старался, чтобы везде было достаточно, вот так он спаркуется, так, мы пойдем, да не, не можешь, я могу, не хочу, посреди, там сзади семерка стоит,